Книга «Открытым оком», тема женщины, том 3, вопрос 1077. В притчах написано, притча 18.8, «Ленивого не излагает страх, а души женоподобные будут голодать. Кто такие женоподобные?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Слово «душа» имеет много значений, насчитывают их около 26. Одно из них означает, душа – это весь человек, семья состоит из пяти душ. Женщина – создание слабое, менее защищенное, более уязвимое, а значит и более подвержено страху, неуверенности. Когда женщину награждают эпитетом «мужественное», это похвально, значит надежно, достойно уважения. А когда говорят о мужчине женоподобной, это всегда носит отрицательный характер. И этим подчеркиваются основные качества женщины – ее слабость, неуверенность, растерянность. Это особенно проявилось в советских мужчинах времен начала перестройки. Предприятия стали закрываться, и в семьях исчез источник дохода. Мужчины женоподобные, расслабленные, растерялись, некоторые спились или покончили жизнь самоубийством. Премудрый Соломон говорит о таких маменькиных сынках, безвольных тюфяках, что они не могут себе добыть кусок хлеба, нет в них предприимчивости. У каждого мужчины в запасе должно быть несколько специальностей. Семейный мужчина – это многопрофильный комбайн, какими во время войны были почти все женщины в тылу. Воспитанные в неполных семьях, подавляющие большинство молодежи, им именно женоподобные, легко идут на поводу за любым грехом, за любой юбкой и пропадают, как суценята. Я об этом сужу по нашему детскому лагерю, университету и тюрьме, где я веду занятия уже 12 лет и могу сказать, что пропала Россия. Вот такие хлюпики сейчас и управляют страной, разворовывая все ее достояние. Образ настоящего мужчины для неверующих – это погибший губернатор Александр Лебедь. Он приступал к штурму любой высоты и вступал в битву с любым противником, как Наполеон. Его будут долго помнить. Для нас, верующих, образец – Христос, апостолы и все святые исповедники и подвижники. Настоящий верующий человек – это сильная личность во Христе.